Здравствуйте, в прямом эфире Большого Радио, программа «Точка зрения». Мы встречаемся накануне Международного дня защиты детей, и сегодня у нас в студии работает депутат Мурманской областной думы Роман Пономарёв. Роман Сергеевич, здравствуйте. И исполняющий обязанности директора Центра психолога, педагогической, медицинской и социальной помощи Татьяна Баланова. Татьяна Адольфовна, добрый день. Мы пригласили ещё, что вполне естественно, уполномоченную по правам ребёнка в Мурманской области, Алевтину Андрееву. Но Алевтина Васильевна вот прямо в этот момент исполняет свои обязанности уполномоченного по правам ребёнка. Необходимо её присутствие на судебном заседании. Так что, если она успеет, она прямо вот в ходе эфира к нам присоединится. Вы это всё увидите и услышите. Эфир у нас прямой, 450945, телефон прямого эфира. Если вы хотите принять участие в программе, то можете звонить, задавать вопросы, оставлять вашу точку зрения, нам до нас доводить. СМС-сообщение, Вайбер, Ватсап на номер 8921 045 1045. Давайте мы сначала обделимся, наверное... Вот 1 июня, Международный день защиты детей. Это не государственный праздник в России, это не выходной день. И это ведь и не праздник никакой, по большому счёту. И это придуман-то он был не для детей, а для взрослых, для нас с вами. Правда ведь, нет? Это правда. Ну, давайте так, что сегодня этот праздник организуется для детей в форме действительно праздника. Это мероприятие проводится по всей сегодня, в Мурманской области проводятся мероприятия, которые организуются в разной форме. Это различные представления, это различные игры, это мастер-классы проводятся. Но для взрослых людей, для родителей, законных представителей, это, конечно, то мероприятие или та дата, когда мы обращаем внимание на проблемы и трудности у детей, какие есть, да, и как бы возможно их решить. В принципе, для этого этот праздник и организовывался. Это для того, чтобы взрослые определили, какие трудности есть у детей и объединили, возможно, какие-то усилия. Вот мы, наверное, на автомате произносим праздник-праздник, потому что для детей, ради бога, после детей много праздников не бывает. А если там к истокам-то, да, в 49-м годе в Париже, 49-й год, после Второй мировой войны, да, сколько было детей, потерявших своих родителей, погибших, и где-то там они просто их разлучили по каким-то причинам. И для этого был провозглашен тот день, чтобы поисками занимались. А потом уже вот все это шире-шире становилось. И вот что сегодня, от чего мы, от чего детей должны сегодня защищать? Признавайтесь. От чего? Вы знаете, вот на самом деле тема достаточно животрепещущая, важная. Вы сами посмотрите, ребенок уже там с двух-трех лет начинает пользоваться различными гаджетами. Это расширяет не только кругозор, но и в то же время достаточно, ребенок попадает в агрессивную среду. Вот, поэтому здесь активно надо вмешиваться и родителям, и, наверное, и воспитателям, и прочим людям, взрослым, кто может тем или иным образом повлиять на, скажем так, созревание, в том числе психологическое ребенка. Почему? Потому что заложить, наверное, в возрасте до семи лет можно очень много, в том числе и негатива. Поэтому, ну, на самом деле, я думаю, что этот день, он для взрослых нужен в первую очередь. Дети также поддерживают идею, праздников много не бывает. Любое веселье для детей – это общение, это, скажем так, социологические расширения, в том числе кругозора. Поэтому я думаю, что мы должны со своего уже уровня, со своей колокольни родителей, законных представителей, там, бабушек, дедушек и так далее, ежедневно, наверное, напрягать, что дети не должны расти, как сорняки на поле, да, они должны, в общем-то, расти в той среде, которая будет их заряжать на позитив, на доброту. А время сейчас такое даже достаточно очень сложное, да, и непростое. И я думаю, что, как в 49-м году детей, не только в нашей стране, да? Не только, конечно, конечно. Вот, сейчас тоже, наверное, будет такое время, когда нам надо будет очень широко и глубоко посмотреть на эту проблему. Я добавлю немного, что действительно в детской и подростковой среде сегодня очень много рисков. Это связано с экономическим ростом, интернет-зависимость, буллинг, это жестокое обращение, насилие. Насилие не только сексуальное, почему-то у нас это принятое, как только услышать слово «насилие», так сразу. Нет, насилие есть и психологическое насилие, и сексуальное, и физическое, и пренебрежение нуждами детей. То есть это воспитание не в очень хорошей социальной среде и в семье, в условиях неправильных установок, скажем, и неблагополучной семьи. Поэтому на все это, конечно, нужно обращать внимание. И, наверное, эта дата, она как раз-таки акцентирует наше внимание на этих проблемах. Я полностью согласна, что эта работа должна вестись ежедневно и в системе, и не только родителями. Мы говорим о родителях сейчас, потому что большее время и актуальными, скажем, людьми или важными людьми в жизни ребенка, конечно, являются родители. Но, к сожалению, сегодня отмечается тенденция низкой компетентности, скажем, некоторой родителей, возможно, низкой информированности о том, что есть у нас, если говорить о нашей области, какие ресурсы у нас есть в области, куда можно обратиться за помощью. Я думаю, сегодня мы об этом тоже будем говорить. И, в принципе, очень хорошая, ну, я считаю, что эта дата очень хорошая и для детей, и для родителей, и для взрослых. — Татьяна Адольфовна, вы вот этой репликой сразу как-то вот меня выбили из колеи, потому что вы начали отвечать на очень много вопросов, которые я собирался задать. Да-да-да, действительно. — Потому что мы с этим работаем, поэтому... — Действительно, да. Опять-таки, возвращаясь к слову праздник, вы вот сказали, что работа должна быть ежедневной, да? А мы еще как привыкли? Праздник отпраздновали и на год забыли, да? Вот Международный День защиты детей отпраздновали и на год забыли и про детей, и про защиту, и про все такое прочее. Потом, значит, дальше прозвучали слова о некомпинентности родителей. Вот, допустим, вы занимаетесь защитой детей и детства профессионально. А кто же, в принципе-то, определяет, что такое хорошо для ребенка и что такое плохо? Если вы говорите о порой низкой компетентности семей. — Давайте некоторые акценты расставим. Мы занимаемся психолого-педагогическим сопровождением детей, подростков, и в том числе повышаем компетентность родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей. — То есть это ликбез какой-то, в том числе и родительский. — Да, родительский всеобуч, я не побоюсь этого слова, потому что он настоящий, всеобуч лучше, да. Я хочу сказать, что сегодня очень много делается для того, чтобы информирование родителей было доступным. Сегодня создаются различные ресурсы на территории Мурманской области, чтобы родители могли получить доступную помощь. Если говорить о формах, я могу продолжить дальше, или мы будем в форме. Сегодня создаются психологические службы, которые работают во всех муниципалитетах Мурманской области. И где родители сегодня, к сожалению, это есть большая проблема, боятся или настороженно относятся, возможно, к психологам, которые работают в образовательных организациях. Почему? Объясняю. Потому что существует проблема, нарушение, скажем, этика психологическая, когда выносятся проблемы на уровень, неправильно, возможно, выносятся на уровень педагогического коллектива. И вот эта проблема, с которой обратились родители, становится достоянием, возможно, педагогического коллектива. То есть несколько нарушаются границы конфиденциальности, скажем так. И поэтому родители сейчас этой проблемы, ну, остро не стоит она, скажем. Ну, в любом случае, везде есть какие-то моменты. Так в таком случае мы можем говорить и о низкой компетентности педагогических кадров. Если они то, что им сообщили, вот так вот они выносят на... Давайте мы не будем говорить так. Компетентность есть у педагогов. Но другой вопрос, как работают, как доносят информацию до людей, чтобы сработать комплексно по проблеме. Сегодня к нам обращаются родители, когда понимают, что, во-первых, боятся огласки своей проблемы, а во-вторых, обращаются за помощью, чтобы мы привлекли какие-то еще дополнительные возможные ресурсы. Мы работаем самостоятельно, плюс можем обратиться в администрацию образовательных организаций и правильно методически сопроводить психологов, как правильно сработать с этой проблемой, как правильно разработать программу сопровождения для ребенка или для семьи. Сегодня существует ряд... И индивидуальные программы. И групповые программы. Мы можем выйти в образовательные организации и поработать с педагогами, как правильно работать в определенных случаях. У нас поступают заявки от администрации, это очень приятно, когда образовательные организации обращаются к нам за помощью для того, чтобы мы провели мастер-классы, разборы деловых каких-то кейсов, да, с педагогами по проблеме, вот как раз-таки рисков, которые существуют в подростковой среде. Роман Сергеевич, вот вы присутствуете здесь в нескольких ипостасях, да, вы врач, одна из самых гуманных профессий, да, вы депутат Мурманской областной думы, и вы папа маленьких, еще достаточно маленьких, совершенно очаровательных девочек-близняшек. Вот какую помощь вы с одной, с другой, с третьей стороны? Вы знаете, вот, ну, на самом деле, я думаю, то, что в дошкольных учреждениях, в школьных учреждениях появляется служба психологов, это очень здорово, это замечательно. На самом деле, если мы вообще возьмем психологию, психотерапию и так далее, в нашей стране она еще, ну, скажем так, в начале своего пути, вот, ну, это мой лично взгляд. Не только ваш. Почему? Потому что, вот, вы сказали, там, некомпетентность, там, воспитателей, учителей. Недостаточная. Недостаточная. Ну, давайте будем говорить так. Извиняюсь, да, недостаточная компетентность. Это, если кто-то кое-где у нас порой, да. Да, я к этому отношусь немножко с другой стороны, в какой, знаете, я всегда говорю такую поговорку, в каждом стадии есть свои некачественные бараны, да. Вот. В данной ситуации, я думаю, здесь то же самое. Ну, если мы возьмем 100%, там, воспитателей, педагогов, да, большая часть из них замечательные люди, которые умеют поглотить огромный коллектив детей. Вот для меня двое детей, это достаточно, иногда бывает настолько тяжело и сложно, а тут 20-25, ну, сами поймите. И усмотреть за каждым, как он себя ведет, как он себя, ну, скажем так, как он провоцирует других, как он реагирует, это очень сложно. Но большинство наших дорогих педагогов, назовем их так, да, они на самом деле молодцы, и они на самом деле отдают себя всем полностью, да, вот своим воспитанникам. Я говорю, это и в садике, это и в школе, потому что я тоже ходил и в садик, и в школу, и сейчас ничего особо сильно не поменялось. Дети достаточно агрессивная среда. Да, да. Вот, они намного агрессивнее, чем взрослые. Вот. Вопрос, почему, то ли это заложенное в нас какой-то вариант, да, жизни, то ли это все-таки, на мой взгляд, я не знаю, может быть, мы дома где-то что-то упускаем со стороны родителей, бабушек и дедушек, и не даем нашим отпрыскам, назовем их так, да, той огромной человеческой любви, которая потом у них должна как-то гипертрофироваться и так далее. Вот. И они видят, может быть, дома какой-то там бытовой конфликт между родителями, приходят там в садик, в школу и пытаются вылить то свое недовольство, которое из дома идет. Совершенно верно. Это мои какие-то такие могут быть сугубо личные мысли. Правильно, правильно. Это я, друзья, мы сейчас слушаем то, что нам говорит Роман Пономарев, отец. А вот то, что будет нам говорить Роман Пономарев, депутат Мурманской областной думы, это, я думаю, мы тоже должны услышать. Поэтому то, что есть эти специалисты в учебных заведениях, это правильно, это здорово. Единственное, наверное, что соглашусь со своим, так сказать, коллегой по сегодняшнему эфиру, то, что предприятие, учреждение, где вы работаете, может сопровождать, оказывать методическую помощь, да, я думаю, это важно и, наверное, нужно, и делать это нужно, наверное, не в плане там «идите к нам и помогите», а в плане плана какого-то мероприятия, которое будет распространяться на, ну, по крайней мере, хотя бы на тех специалистов, которые занимаются психологией в этих учреждениях. Это, наверное, будет здорово, замечательно. Надо действовать, как это сказать, в профилактических целях. Однозначно. Я хочу сказать, что вообще существует утверждённое правительство Мурманской области комплексные планы по профилактике различных рисков в молодёжной среде, да, и правонарушений, и безнадзорности, и, в принципе, по этим планам организуется работа, есть алгоритмы определённых действий при выявлении каких-то сложных случаев. И есть ещё одна из проблем, что психологов действительно сегодня, это не только для нашего региона, но и для всей Российской Федерации, недостаточное количество, учитывая риски, которые существуют сегодня и в образовании, и, в принципе, вообще в обществе. Поэтому работа идёт, она ежедневно идёт. Дело в том, что существует, на базе нашего учреждения создан региональный телефон доверия, скажем, консультативные службы 2541-41, пользуясь случаем, говорю. Правильно, правильно. Да, и на этот телефон обращений поступает достаточно много. Обращения сразу же отрабатываются, и причём не просто одним психологом, а идёт комплексная консультация и со стороны логопедов, и психологов, и дефектологов. Сегодня нарушений у детей достаточно много, и почему ведётся работа сегодня не начиная с подросткового возраста, где явные проблемы, риски и нарушения поведения наблюдаются и так далее. И идёт работа, начиная с рождения, от 0 до 3, и это очень важно, потому что вы говорите о профилактике, ранняя профилактика начинается именно там, потому что, как правило, мы детей когда отдаём в детские сады? Вот вы меня заинтересовали вот этим возрастом, от 0 до 3, давайте мы на этом прервёмся, потому что работа работая, обед по расписанию, реклама на Большом Радио. Сейчас после рекламы мы вернёмся в студию и продолжим. Программа «Точка зрения» вернулась в прямой эфир Большого Радио. Мы говорим сегодня о детской безопасности во всех смыслах этого слова, поскольку встречаемся мы накануне Международного дня защиты детей. И в студии у нас работает депутат Мурманской областной думы Роман Пономарёв и директор Центра психологов, педагогической, медицинской и социальной помощи Татьяна Баланова. Татьяна Радольфьевна, вот вы сказали с 0 до 3. Я так понимаю, с 0 до 3 это не детям помощь, а их родителям? Дети не соображают же ни хрена. Конечно, это сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3, имеющих проблемы развития. Очень важно, что именно эта работа ведётся совместно со здравоохранением. Однозначно. У нас сегодня тесная связь с перинатальным центром областным, и работа идёт по консультациям с родителями, как работать, как взаимодействовать с ребёнком, какие линии развития должны быть в определённом возрасте, одного года, двух, трёх лет. Вот родители, особенно молодые родители, к сожалению, не все знают и на многие вещи не обращают внимания. И перинатальный центр, они направляют, выявив уже в роддоме, скажем, выяв такого ребёнка с патологией, они направляют родителей к специалистам службы ранней помощи, они тоже есть в каждом муниципалитете у нас, и приходят за консультациями, и далее разрабатывается также индивидуальная программа под каждого обратившегося ребёнка, то есть семью, и ведутся занятия совместные с родителями. — А скажите, это вот дополнительная мера поддержки? Насколько я понимаю, когда из роддома мамашу выписывают, на следующий день приходит патронажная медсестра, которая уже в курсах, что это за ребёнок, если у него какие-то там патологии есть, то они уже должны это знать. И тогда, получается, вы как дополнительная помощь... — Мы сопровождаем, мы сопровождаем, конечно. У нас работают психологи, логопеды и дефектологи по данному направлению, и, как правило, дефектолог является ведущим специалистом по работе с семьями. Именно он даёт рекомендации, а психологическое взаимодействие в части эмоционального сопровождения ребёнка в такой семье, в принципе, также оказывается, идёт комплексное сопровождение. И на сегодня уже мы работаем с 17-го года, и более 2,5 тысяч обращений и оказано помощи. В принципе, эта работа уже организована и поставлена идёт, она действительно активна. — А вот мы говорим, да, Международный день защиты детей, а, ну, дитя — это кто? — Мне, например, 66 лет. Моя 92-летняя мама до сих пор считает меня маленьким мальчиком. — Правильно делает. — Вот, да. Возраст-то как... — Знаете, как говорит моя мама, можно воспользоваться? — Пожалуйста. — Это вы же для меня ребёнком до тех пор, пока я жива. — Да, да, да. — Понимаете? И сегодня, пока есть родители, мы являемся детьми. И сегодня в образовании, когда кто-то говорит, вот, ну, мы говорим, ребёнок, да, окажем помощь ребёнку, и очень часто родители говорят, он не ребёнок, он подросток. Вот для нас это все дети, независимо от возраста, потому что все нуждаются в помощи. Если к нам обращаются родители или подросток обращается с 15 лет, он может сам обратиться к нам без законных представителей. Для нас это дети. — Не, ну, обозвать-то можно как угодно, подросток, тинейджер, там ещё модное словечко, да, а всё равно ребёнок... — Который нуждается в помощи, да, в любви, заботе и правильном воспитании. — Не знаю, мне лично говоря, вообще вот кажется, что ребёнок-то, если есть любовь, то ни в чём он нуждаться не будет. — Так в том-то и дело. Любовь — это такое понятие, все думают, ну, её не надо строить, она должна или быть, или не быть. — Или не быть, совершенно верно. — Совершенно верно. А вот, несмотря на любовь, которая должна быть, Мурманская областная дума ведь принимает, наверное, какие-то законы, какие-то подзаконные акты, направленные на защиту детства. — Ну, во-первых, у нас в областной думе есть целый комитет, посвящённый делам молодёжи и так далее. Вот, поэтому мысли... — А поскольку дети могут быть прирадными к молодёжи... — Да. — Поэтому здесь, начиная от нашего федерального собрания и вниз по, скажем так, ЗАГС собрания, областные, горсоветы, советы депутатов, в любом случае, все люди, которые в большинстве своём числятся в качестве депутатов, Они все родители. Ну, большинство из них так точно. Поэтому, я думаю, все вот эти мысли, которые мы здесь излагаем, вы говорите, Они все каждый день рядом, они внутри. И обязательно, если возникают какие-то, скажем так, некие дыры или несостыковки в законодательстве, Они всегда подвергаются ретуши и... — Корректировке. — Конечно. Поэтому здесь даже, я думаю, не стоит даже под сомнение ставить отношение к этому, в том числе Мурманской областной думе. — Ну, я тогда, наверное, хочу сказать, что и в Мурманской областной думе вот эта работа тоже, она не только 1 июня ведётся, а также круглый год. — По сути, да. — Круглый год и каждый день. — По сути, да. — В любом случае, всё исходит из интересов ребёнка и семьи. Вот сейчас, если перейдёт уполномоченная Алиса Новостелевна, очень много выездов мы делаем совместных с ней по разбору различных ситуаций, сложных ситуаций, когда обращаются непосредственно к уполномоченному, и мы как психологи оказываем сопровождение этой ситуации. И в любом случае мы стоим на защите родителей и детей и стараемся помочь по-максимальному, то есть исходя из тех ресурсов, которые мы имеем. А мы знаем, какие ресурсы есть в Мурманской области. — Ну, а вот вы сказали, что совместные выезды у вас вот с Алиссией Андреевой и с полномочной по праву ребёнка. — А обращение-то... Кто обращается-то? — Родители. — Ребёнки или родители? — Родители. — А родители чего? Они хотят, чтобы вы, взрослые тёти, помогли им, неумелым родителям, в воспитании их ребёнка? — В каждой отрасли, в каждой области существуют различные проблемы. Образование не исключение в том числе. Мы живём в мире, где есть везде проблемы, и проблемы решаются. Обращаются, если есть какое-то недопонимание в образовании, в образовательном процессе. — Если возможно, отношение, взаимодействие между родителями. Очень больной вопрос, когда родители в состоянии развода, когда ребёнок становится заложником ситуации, спекулирует ребёнком. И здесь стараемся найти что-то общее для родителей, чтобы они нашли точки соприкосновения, такие, чтобы на ребёнка эта ситуация не влияла, чтобы ребёнок был психоэмоционально здоровым ребёнком. Мы говорили о жестокости, да, уже сегодня так коснулись краем. Но я хочу сказать, наверное, как психолог, и как человек уже давно работает по сопровождению детей и родителей, что фраза, которая существует, она реальная, и она действительно есть. Жестокость порождает ещё большую жестокость. И если в семье присутствует жестокое обращение, а оно присутствует, мы знаем это по всей, это статистика Российской Федерации, что жестокое обращение в семьях присутствует. И есть признаки, на которые стоит обратить внимание и педагогам, и людям, которые окружают ребёнка, субъектам профилактики, на эти признаки, чтобы сигнализировать и принять меры. Вы знаете, я сейчас что-то вспомнил. Вот когда принимали закон Димы Яковлева, да, вот этого мальчика, которого приёмная семья в Соединённых Штатах замучила до смерти, да, то я полез в статистику. Оказалось, что у нас в стране каждый год достаточно много детей погибает от рук родителей. Не приёмных, а родных родителей. Так тут это уже просто, это как-то вот за гранью. Наверное, вот в этой связи хочется спросить, что есть какие-то вечные угрозы детям в лице вот этого семейного насилия? Или, допустим, вот эти угрозы, они меняются вот со временем. Допустим, сейчас информационная безопасность, да, это очень большая угроза детскому организму во всех смыслах этого слова. Какие всё-таки главные сегодня угрозы нашим детям и внукам? Вы знаете, ну, я бы выделила, наверное, интернет-зависимость. Это жестокое обращение между сверстниками, особенно это в подростковой среде, так называемый буллинг. К сожалению, не всё то. Мы тоже росли, да, мы тоже росли, и тоже были различные конфликты в образовании, и выросли, и мы могли сами защищаться. Так вот, очень часто родители поймали, извините, что буду говорить, поймали слово буллинг, модное такое слово, и часто к нам обращаются, говорят, всё, у меня в школе у ребёнка всё плохо, буллинг, 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 буллинг – это слово. И когда мы начинаем разбираться, там нет никакого буллинга, нет системы жестокого обращения. Буллинг – это систематическое, ну, скажем, психологическое насилие, травля ребёнка в школе. Нет, это не такой характер, это просто нарушение коммуникативных каких-то отношений между детьми, и они не могут их разрешить, и вот несамостоятельность некая, инфантильность, я говорю, это всё характерно для подростковой среды всё-таки, и явные эти признаки возникают в подростковой среде. Так вот, задача наша и педагогов, и психологов – вести профилактические мероприятия именно начиная с начальной школы, когда дети поступают учиться учиться, учиться общаться со сверстниками. И уровень, к сожалению, нужно смотреть, конечно, на возраст. В начальной школе – это авторитетные лица, да, это учитель, который, он единственный учитель в начальной школе, который как раз-таки своим отношением к детям, своими манерами, вот как раз-таки педагоги и закладывают выделение положительных черт у людей. Вот они как раз-таки закладывают вот эти нравственные качества и так далее. В подростковой среде – это уже зависимость от сверстников. Мы обращаем внимание на сверстников, которые более крутые, как говорят сами подростки, да, мы обращаем внимание на внешний вид, сейчас это очень актуально, да, мы обращаем внимание, что у кого, какой гаджет лучше папа приобрёл или мама, и дороже, да. Да, да, да. И они вошли в сборник лучших практик Российской Федерации. То есть мы эти программы представили на конкурсе, и Мурманская область, в принципе, вот по этим программам вошла в хорошую практику. Проводятся различные мероприятия среди подростков и среди родителей. То есть, знаете, я в своё время руководила центральной психолого-медико-педагогической комиссией. Когда родители приходили, где мы определяем адаптированные программы для детей с нарушением развития, специальные условия, которые должны создаваться, психолог, логопед, дефектолог, да, сопровождает. И когда родители в три года сажают ребёнка, мы видим, что ребёнок ставят в развитии. Мамочки очень часто говорили мне тогда, ну, Татьяна Адольфовна, он гаджетом владеет лучше, чем я. Вот, к сожалению, сегодня владение гаджетом — это не показатель развития ребёнка. Вот почему и нужно работать от ноля до трёх, чтобы объяснять, что сказки, на которых выросло наше поколение, то оно как раз-таки очень хорошие арт-терапевтические методики, скажем, где есть добро и есть зло, где правильное решение. Да, да, да. А кто определяет, где добро, где зло? Вы вот... Правильные родители. Ага, а где их взять-то, всех правильных? Вот вы говорили, вы говорите, вы мне сами вопросы подкидываете, да? Вот, допустим, Роман Сергеевич сказал, ну, почти по товарищу Дынину, когда я был маленьким, я тоже ходил в сад, потом в школу, это одни дети. А есть другие дети, вот как я, например. Я не ходил ни в ясли, ни в сад. Я сразу пошёл в школу. Я с другими проблемами уже столкнулся там? Или с теми же, которые дети уже, которые прошли школу суровую, яслей и детского сада? Я могу сказать, что вы столкнулись с проблемами адаптации однозначно, потому что вошли в детский коллектив, где много-много детей, где есть требования определённые, совершенно различные. Вдобавок, я ещё попал в такой коллектив, где некоторые друг друга знают с детского сада. Да, да. А вы вошли новичком, и новичок как раз-таки изучает среду, в которую он попал. То есть для меня отдельная программа должна быть, социальная адаптация. А как же? А как же? В каждом классе. Я вам скажу, поступая в школу на уровне общего образования в пятом классе, когда переходят дети из начальной школы, и на выпускные классы. Вот именно там ведётся активная работа по адаптации детей. Потому что все эти уровни образования, они как раз-таки сопровождаются адаптационным периодом, где не каждый такой, скажем, самостоятельный даже ребёнок справится с этими рисками в новой среде. А вот вы как раз-таки, из вашей истории исходя, вы попали в новую среду, а она не может не сопровождаться рисками. В любом случае, они были. А второй момент, опять-таки, семейное воспитание. Какое семейное? Кто воспитывал? Бабушка? Возможно, потому что родители заняты. Нет, нет, папа с мамой. Бабушки были, но они были не уходы. Замечательные родители, потому что наша точка зрения вообще психологов говорит о том, что родители должны воспитывать и не отдавать на воспитание бабушкам и дедушкам. Потому что это совершенно разные уровни воспитания, требования и так далее. К сожалению, сегодня, наверное, экономическая возможная обстановка, когда родители работают с утра до вечера, и бабушки воспитывают. И так далее. Родители, пускай они работают хоть 24 часа в сутки. Но ответственность, да. Они должны быть родителями. Не знаю, я вот говорю родителям моих внуков. Родители для того, чтобы воспитывать. А дед с бабкой для того, чтобы баловать. Все. Как вы правильно говорите. Вот так вот. Еще один момент могу сказать. Это из практики. Опять-таки говорю, мы сотрудничаем с психотерапевтическим нашим центром областным. И существует такая дилемма, когда родители приходят, обращаются. Вот у меня ребенок, неуправляемый и так далее. Правонарушение. И в принципе, сегодня мы очень тесно сотрудничаем, если мы замечаем, если к нам обращаются с проблемами правонарушения и так далее. Вот мы сотрудничаем в этой области. И родители говорят, когда мы начинаем давать рекомендации практически, как поступить, кого привлечь. А зачем? Мое дело, вот я говорю прямую речь. Мое дело накормить ребенка, включить телевизор, он все будет черпать из новостей, из того, что он смотрит. Это первое. А второе, психолог же есть в школе, пусть работает. К сожалению. А, наверное, не в каждой все-таки еще? Практически в каждой уже, да. Но дело в том, что нужен не один психолог в образовательной организации, их 2 и 3 порой нужно. Сегодня такое время, что психологи работают по различным проблемам, рисков очень много. И один психолог, где 900 детей, а каждому, возможно, нужна будет помощь, ну, этого недостаточно. А вот скажите, вот модно, что ли, говорить так, что вот мы существуем с такого-то года, число обращений растет. А причина-то, вот смотрите, один может подумать, да, смотрите-ка, вот раскрутили они свой центр психолого-педагогической помощи, да, и народ к ним пошел. А другой, у которого мозги в другую сторону повернуты, думает, о, проблем-то у детей стало больше и у их родителей. Смотри, вот было столько обращений, а сейчас вот сколько. Где золотая середина там между этими словами? Нет, это не... Дело не в том, что увеличилось количество проблем. Проблемы, они всегда были, только они разного характера были. А то, что обращаются родители, это очень... Я сейчас говорю этого, потому что нас слушают зрители. Да. И если увеличивается число обращений, значит, родители понимают, что есть помощь, куда можно обратиться. Они информированы, они идут за помощью, они осознанно идут за помощью. А может, родители осмелели, потому что, ну... А значит, им оказывают качественную помощь. С этими проблемами-то не каждый и не к каждому обратится. А значит, это говорит об их информированности? У нас как Жванецкий еще говорил, да? Зачем я буду обращаться к психологу, если я в 3 часа ночи могу позвонить лучшему другу? Ну, это взрослые люди, да. Это бытует такое мнение. И не каждый... Это, кстати, бытует мнение у взрослых людей всегда, когда я, например, говорю, что я психолог. Слушай, а зачем сегодня психологи? Я начинаю объяснять, что есть... Ну, есть же люди, у которых нет такого друга, которому ты можешь все рассказать. Ну, для этого, наверное, психолог, который... Кстати, правильные профессиональные психологи, они никогда не скажут, да или нет. Они будут направлять человека, и чтобы он сам оценку давал своей ситуации. И как найти выходы из этой ситуации? Ну, это психолог, да? Это про дипломатов такая шутка есть, да? Если дипломат говорит «да», то это означает «может быть». Если дипломат говорит «может быть», это означает «нет». Но дипломат никогда не скажет «нет». И к психологам обращается. А я вам хочу сказать. Роман Сергеевич, что добавите? Вы знаете, вот добавить-то можно только одно. То, что раньше не было психологов, это не говорит о том, что это хорошо или плохо. Почему? Потому что вообще люди, вот если вы обратите внимание, взять там 70-е, 80-е годы, да, скажем так, их взгляд на жизнь, их психологический статус, он был иной, нежели сейчас. Я вспоминаю своих родителей, которые, несмотря на то, что рождаются дети и прочее, они, там, у них достаточно тесные дружбы были и так далее. Сейчас чаще всего смотришь на молодежь, вот до той поры, пока не создали семьи, не родились дети, ну, как бы друзья на первом месте и так далее. Как только появляется семья, люди начинают разбредаться по своим, так сказать, монастырям, кельям и так далее. Вот. И уже вот в данной ситуации, я думаю, что на самом деле служба психологической, в том числе поддержки, да, она нужна. Почему? Потому что не каждый готов выносить ссоры из избы и делиться своими проблемами. Вот. И вот для этого как раз существуют профессионалы, которые должны вникнуть в эту проблему некая, назовем так, врачебная тайна в своем виде, да. В чистом виде, конечно, конечно. Да, и если вы все-таки вот так вникните в цифру больше двух тысяч, практически две с половиной за шесть-семь лет, это огромная цифра, это немало. Да. Потому что это не одна встреча, да, это достаточно продолжительная, иногда годами. Это не две с половиной тысячи человек, это две с половиной тысячи семей. Да. Вот. И если можно, так сказать, вот в рамках данной встречи, я скажу так, свое мнение, да, вот приходишь в школу, приходишь в какой-то садик, да, частенько приходится. Я скажу так, было бы здорово, если бы был бы какой-то инфостенд небольшой, касаемый вашего учреждения. Почему? Потому что родители многие бьются головой об стенку, так в кавычках это назовем, пытаясь найти, куда пойти. И немногие могут подсказать. Потому что, хоть мы сейчас и обсуждаем, что информационное пространство глубокое, можно все найти, но когда ты, вот у нас в больнице сказали, должен висеть стенд страховой компании. Он висит. Потому что человек знает, он подошел, о, согаз, телефон такой-то, позвонил, пожаловался. Да, то же самое должно быть и в садике. Виктор Сергеевич, это есть, я сразу опережаю события. В поликлиниках детских есть о службах ранней помощи, информационные справочники есть везде, в управлении образованием, везде, а мы сделали это. И второй момент. У нас ежемесячно проводятся наши специалисты центра, выезжают в муниципалитеты и делают выездные консультативные дни для родителей с целью информирования о ресурсах, которые могут помочь родителям по любой проблеме. Сегодня мы работаем, я еще раз повторюсь, и для слушателей наших с детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Мы работаем с детьми, которые и родителями, в том числе, у которых есть проблемы психологического плана, у которых есть проблемы в образовании, и с детьми, которые поступают, с детьми, с родителями, с ОВЗ, которые поступают в какие-то профессиональные образования, да, специальное профессиональное образование. Потому что сегодня у родителей большой вопрос. Я закончила по адаптированной программе школу, и куда же дальше идти, если у моего ребенка, например, нарушение зрения или нарушение какие-то другие. И мы, в принципе, консультируем, и наши консультативные дни, они пользуются большим, я бы сказала, даже авторитетом, потому что достаточно большое количество людей приходит к нам, и мы помимо групповой консультации еще даем индивидуальную консультацию. — Консультативные дни — это раз в месяц, раз в две недели, раз в год, по мере необходимости? — По мере необходимости однозначно выезжаем, но вообще по плану работы мы выезжаем ежемесячно. Ежемесячно три отдела, то есть три раза в месяц, получается, выезжаем и говорить о том, что нас не знают, нас, наверное, знают уже все, что касается муниципальных органов управления образования, что касается социальных наших партнеров, субъектов профилактики, потому что мы говорили сегодня о правонарушениях, мы активно сотрудничаем с УФСИН, исполнительной службой наказания, мы проводим совместные классные часы, совместные мероприятия, выставки, экскурсии какие-то, то есть, в принципе, мы знаем всех детей, где, кто стоит на учете и так далее, кто уголовное наказание. То есть, эта информация, в принципе, она есть и на сайтах управления образованием, и на нашем сайте, и мы вот выходим, не первый раз я выхожу на радио, даю интервью именно по этой теме, чтобы люди знали. Ну, я еще раз говорю, наверное, сегодня много, не наверное, а много делается для родительской общественности, для населения Мурманской области, другой вопрос информирования. Да, и я благодарю вас, что вы пригласили меня сегодня, потому что информирование, наверное, это причина того, что родители иногда замыкаются со своими детьми, да, и не знают, куда обратиться. Проблема, она разрастается и выходит на более такой уровень. Я вот смотрю, Роман Сергеевич, по-моему, хочет что-то добавить, но я ему слова не дам, потому что сейчас реклама на Большом Радио, так что он может дополнительно собраться с мыслями. Реклама на Большом Радио. Программа «Точка зрения» вернулась в прямой эфир Большого Радио. Депутат Мурманской областной думы Роман Пономарев и директор Центра психолога, психолога, педагогической, медицинской и социальной помощи Татьяна Баланова сегодня работают. К сожалению, вот мы накануне Международного дня защиты детей, к сожалению, Летина Васильевна Андреева, уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области, задержалась на судебном заседании, и, по всей видимости, уже она не поспеет к нам на эфир, потому что осталось всего 10 минут. Роман Сергеевич, у вас была возможность собраться с мыслями во время рекламы, потому что рот вы открыли, чтобы начать говорить еще до рекламы. Я хотел сказать, вот в продолжение того, что сказала Татьяна Анатольфовна, именно вот не то, что о вас не знают, любой повод заявить о себе дополнительно, это всегда очень важно и всегда очень нужно. Никогда не бывает лишней информации. Вот уверен в этом на 100%. Это точно, лишних знаний не бывает. Тем более, вот в этом таком достаточно щепетильном вопросе. Почему? Потому что, ну, на самом деле, многие родители начинают искать, куда, чего, а когда, грубо говоря, открыл интернет, и тут сразу, бум, центр, да, это здорово. Почему? Потому что в нем работают профессионалы. А, к сожалению, ну, все равно, хотим или не хотим, куча шарлатанов все равно ходит, бродит по нашей земле и пытается людей, а все же, в принципе, возводят многие вещи в ранг работы и зарабатывают на людях, а люди думают, что они получают качественную помощь. А на самом деле, не знаем, а как. Поэтому то, что центр существует, и он востребован, это здорово, замечательно. Вот, может быть, со временем такая востребованность будет снижаться, потому что, может быть, будет все классно и замечательно, но, как показывает практика многих десятилетий жизни. Классно и замечательно будет, но не сегодня, и не завтра. Да, чем мы становимся более урбанизированными, чем мы больше погружаемся в различные проблемы, да, тем проблем становится еще больше, да. Поэтому здорово, замечательно, что данная служба есть, и то, что она развивается, это еще лучше. Вот у меня такой детский вопрос появился. Вы сами мне подсказали его, собственно, я вот сформулировать его так. Много таких родителей, которые рассуждают так. Какая нафиг психологическая помощь? Вот в наше время никакой психологической помощи. Медсестра и приходящий раз в четверть на неделю зубной врач, и это максимум удовольствия, что мы имели, обучаясь в школе. Какая аллергия? Какая у нас? Мы даже группы крови своей не знали никогда и выросли. Во какие здоровые, толстые и красивые. Это что за поколение? Дистрофики какие-то, больные, и если им психолог требуется, то у них еще и с головой не все в порядке. Много таких людей. Есть такие родители, но я вам хочу сказать, что... Которые вот именно такими словами и... Ну, люди, которые приходят к нам на прием, так уже не думают, однозначно. Потому что вроде как приходят с проблемами, для них это большая проблема, когда начинаем раскладывать по полочкам, извините, да, по полочкам эту проблему, оказывается-то, да, а я этого и не заметила, и отношения совершенно меняются. Люди понимают, и родители понимают. Так это получается, что человек думал не о том, что на самом деле происходит. Да, да. Так это же кошмар. Да, к сожалению, так бывает. И я вам хочу сказать, что родители сегодня... Ведь самое главное, что в образовании в том числе, я всегда об этом говорю, когда выступаю перед публикой педагогического сообщества, да, скажем так. Всегда говорю, самое главное повернуть родителей лицом к нам, когда мы будем друг друга понимать, чувствовать, слышать проблемы и слышать рекомендации, которые по проблемам даём, да, вместе во взаимодействии работать над проблемой, вот тогда будет решение. Если мы будем разрозненно работать, то результата не будет. Это, в принципе, наверное, по каждой ввиду деятельности это можно сказать. А вот ещё глупый вопрос родился по ходу. Получается, что ваша профессия, она на стыке медицины и педагогики? Мы очень тесно сотрудничаем со здравоохранением, потому что сегодня действительно нельзя работать без... Ну, я не представляю, если бы наш центр работал без специалистов здравоохранения. Потому что наши направления, они переплетаются. Мы идём даже... Я не могу даже сказать параллельно. Мы вместе идём от 0 до 3, с правонарушениями, с различными эмоциональными проявлениями. Ведь порой психолог не может помочь ребёнку, проблема которого очень далеко зашла. То есть стали проявляться психоэмоциональные нарушения, бессонницы там, неврозы и так далее. И, естественно, родителям мы рекомендуем обратиться к неврологам и психотерапевтическую службу. И мы взаимодействуем. На уровне Министерства образования и Министерства здравоохранения сегодня разработан алгоритм и утверждён приказ в случае, если выявляется агрессия, какое-то деструктивное поведение, признаки деструктивного поведения, с которыми педагоги не могут справиться в образовательной организации, а родители жалуются на ребёнка, на семью. Нам не нужен этот ребёнок в классе. Эта проблема есть, существует. И тогда психологи работают с семьёй, с ребёнком и обязательно направляют к психиатру, к психиатру, без указания, потому что конфиденциальная информация везде, просто сигнализирует, а обратный талон даёт в образовательную организацию о том, что родители действительно посетили, а значит, получили рекомендации. Вот я сказал, что работа на стыке педагогики и медицины, И вот, когда прозвучали из моих уст слова о некомпетентности некоторых педагогов, Роман Сергеевич сразу просил себя их защищать. Правильно. Правильно, да. Да, и я защищаю. Дело-то в том, что, опять-таки, педагогика и медицина, как говаривали в известных советских фильмах, здесь брак виднее, брак виднее в работе медиков и педагогов. И как сказали в одном из лучших фильмов о школе, да, «Доживём до понедельника», герой Вячеслава Тихонова, если не можем, надо заниматься другим делом, где брак не так виден. То есть мы настолько о серьёзных вещах говорим, что, мне кажется, серьёзней-то их и быть не может, потому что мы-то уйдём, а жить будут наши дети и внуки. А о том, какие они получатся, зависит от нас с вами. Как в мере мы будем жить безопасно, зависит от нас. Да, да. Погласен. Вот. Да. Что ещё? У вас есть буквально по минуте. Я, наверное, в честь праздника, детского праздника, я назову так, и в честь этой... Хорошо, сказали, да. Да, в честь этой даты, наверное, обращусь к родителям, к детям, ко всем слушателям, которые слушают, потому что все мы кто-то, да. Я хочу пожелать всем любви, я хочу пожелать всем мира, и хочу пожелать, чтобы каждый ребёнок жил в безопасности, в любви, в заботе, в ласке, и чтобы родители никогда не думали, что они одинокие при решении своих проблем. Есть в регионе, достаточно сегодня и развиваются ресурсы для того, чтобы помочь. Любви, заботе, мира, ласке побольше обращать внимание на своих детей, побольше их обнимать, побольше совместных мероприятий, походов, выходов в свет, так называть, чтобы быть рядом с ребёнком. Сегодня, к сожалению, очень мало на это времени, но я всех просто призываю к этому. Здоровья с тем. Роман Сергеевич. Ну, тут сложно что-либо добавить. Я бы добавил, наверное, то, чтобы родители умели слышать своих детей. Умели даже не слышать, а услышать. Почему? Потому что насколько они смогут проникнуться теми проблемами, которые есть у детей своих. Кто сказал, что детские проблемы, а не детские. Да. И, знаете, вот ещё, что, наверное, хотелось бы сказать, то, что родители должны уметь слышать других родителей. Потому что группа в садике, класс в школе – это коллектив, где у детей могут быть конфликты. Но если родители этих конфликтующих детей смогут найти общий язык друг с другом, они найдут и… Ой, мне говорили знакомые в родительских чатах, такая ругань порой идёт, что просто ужас. И это неправильно. И это неправильно, да. Нужно уметь договариваться. Мы в мире живём, где кругом люди. И нам голова нужна не просто так, говорила мама. Спасибо вам большое, что вы нашли время. Напомню, накануне Международного дня защиты детей в программе «Точка зрения» на Большом радио работали депутат Мурманско-областной думы Роман Пономарёв и директор Центра психолога, педагогической, медицинской и социальной помощи Татьяна Баланова. Спасибо вам большое. До свидания. Приходите к нам ещё. Спасибо.